В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! Дальневосточная кухня. Что это такое? А главное, с чем и где ее едят? На эти и другие вопросы нам сегодня ответят Маргарита Платонова, директор ресторана «Цедра», и Александр Зашихин, шеф-повар ресторана «Цедра». Дорогие гости, здравствуйте! Здравствуйте! Ресторан «Цедра» – я даже не знаю, кому из вас адресовать первый вопрос. Маргарита, наверное, вам. Ресторан «Цедра» – какова его концепция? Ну, что это за ресторан? Куда мы попадаем? Да, ресторан «Цедра» – это ресторан европейской кухни с дальневосточным акцентом. «Цедра» – название для нас звонкое и емкое. То есть мы не имеем в виду лимоны. Вы, когда к нам попадете, не увидите деревья с лимонами. Это не то, что потерт, апельсинчик. Да, «Цедра» для нас – это насыщенность вкуса. И когда мы планировали наш проект, мы планировали кухню именно с насыщенным вкусом. Что мы имеем в виду? То есть это простая еда, которая вам понятна, которая вам знакома с детства. Мы ее доточили вкусом. Александр Геннадьевич вам расскажет более подробно, когда мы начнем говорить про блюда. Но концепция такая, что это приятные взгляду цвета, то есть натуральные материалы. У нас в интерьере есть камень, у нас есть кирпич 1945 года, который нам достался по наследству с этого объекта. У нас там мягкие диваны, удобная посадка, комфортный диммированный свет, зелень. Все для того, чтобы человеку там было максимально комфортно, удобно, чтобы он так мог расслабиться и провести там как можно больше времени. Но я вот когда говорю слово «цедра», мне что-то такое терпкое представляется, теплое, осеннее немножко. Очень хорошая ассоциация. Очень хорошая ассоциация. И вот единственное из вашего ассоциативного ряда получается – это терпкость вкуса. Вот это полнота вкуса, это наслаждение того, что ты именно получаешь полный сегмент данного, не ингредиента, данного слова «цедра». И в этой ситуации, когда ты отдыхаешь достаточно долго у нас, то ты можешь не только заказать там одно-два блюда, а получить еще кайф отдыха самого по себе. И в теплую ванну окунуться, и тебе хочется все равно туда вернуться дальше. То есть симбиоз такой – еды, отдыха, атмосферы и всего сразу. Обязательно. Комплексный подход у нас. А почему было принято решение открыть именно вот такой ресторан? У нас мы находимся на первом этаже четырехзвездочного отеля Air Hotel. И, конечно же, это концепция, да, собственно, нашей и отеля. Гостиница, да, ресторан, конечно, был необходим. И гостиница, и ресторан. Да, это все в одном… Нет, гостиница у нас называется Air Hotel, четыре звезды. Мы находимся на первом этаже ресторан «Цедра». Вот, то есть мы планировали целый комплекс, у нас, то есть две парковки есть, мы еще в дальнейшем хотим развиваться, потом уже об этом поговорим, да. Но суть такая, что, естественно, нужен был ресторан. И когда мы приехали на стройку, увидели, у нас все это сформировалось, в принципе, само собой. То есть мы когда увидели стены, увидели, почувствовали эту атмосферу, да, еще тогда, когда там ничего не было. И мы это все доточили и превратили это все в «Цедру», какая она сейчас есть. Что поддерживает идею ресторана? Вот атмосфера, блюда, что еще? Может быть, обслуживание? Гости, конечно. Конечно, гости. И как мы себе их визуализировали, в принципе, мы этих людей у нас и видим. Очень много приезжих, которые проживают в гостинице, они приходят к нам в ресторан, мы получаем от них обратную связь. Понятно, что приморского жителя города Владивостока его не удивишь там свежими морепродуктами. То есть это сейчас в каждом ресторане есть, да, там аквариум, крабы и так далее. Ну, опять-таки, мы из этих морепродуктов создали ряд блюд. Это тартары, это наш фирменный дальневосточный винегрет, который уже нашумел в городе, все о нем говорят, потому что это интересное такое сочетание вкусов, да. Хео из палтуса, например, тоже наше фирменное блюдо. И гости приезжают, они понимают, что, да, мы уже где-то такое пробовали, но вот именно с таким вкусом это у нас впервые. И мы видим по гостям, кто приезжает, как они себя у нас ведут, да. То есть люди действительно проходят, проводят у нас по три часа. Нас это, безусловно, очень радует. Они сначала так осторожно там закажут там несколько блюд, меню довольно-таки у нас большое. Ага, так заказали, поели, выпили авторский коктейльчик, такие, так, а нам еще? И, в общем, вот так, то есть три часа гости сидят, едят, пробуют. Вот, пока сейчас поток небольшой, в выходные дни уже полная посадка, а в будние дни у нас есть возможность поговорить с каждым гостем прям так плодотворно и взять у них обратную связь. И то, что сейчас мы видим и понимаем, что, да, то, что мы планировали, оно сейчас воплощается в жизнь. Это прекрасно. Ну да, три часа провести в ресторане – это скорее про отдых, чем просто прийти покушать. Да, совершенно верно. Это как раз про вот этот контекст цедры, полноту вкуса, насыщенность вот этого отдыха. Не просто забежать в ресторан, перекусить в ресторан там по дороге где-то, да, и убежать дальше. А у нас наоборот, нам надо специализированно приехать вдвоем, в компанию, там, с детками, допустим, приехать, или, ну, просто какой-то бизнес-встреча, бизнес-завтрак или бизнес-обед, там, грубо говоря. И, соответственно, дойти до этой кондиции наслаждения и полноты вкуса. Всё, больше ничего. Мы и не хотим большего. Мы хотим, чтобы гость именно ощутил вот эту теплоту, заботу и вот эту насыщенность. Вот для нас эта цедра – это насыщенность. То есть подкрепил, да, вот вкусом, вот человек приходит, видит атмосферу. У нас была встреча недавно в ресторане, бизнес-встреча. И женщина очень активный образ жизни ведёт. И она, это было днём, и она взяла чашечку кофе, взяла десерт. И вот мы, когда с ней переговорили, она говорит, я смотрю в окно, и я понимаю, что у меня мысли останавливаются, что я перегружаюсь, перезагружаюсь, да, то есть происходит какая-то перезагрузка, что я расслабляюсь. То есть мы ведём диалог о рабочих моментах, но тем не менее человек прочувствовал, да, за этот короткий период времени, что говорит, я вот здесь отдыхаю. То есть действительно можно там подумать над чем-то, да, там отвлечься от различных, от этой городской суеты, от нашего ритма города. И что очень важно, у нас есть две больших парковки. То есть человек может, гость наш, да, оставляет машину, спокойно идёт в ресторан, и, в общем, там почему-то... Заговорили мы о кухне. Александр, вопрос вам. Цедра – это ресторан с европейской кухней, но с дальневосточными мотивами, скажем так, да, с локальными продуктами. Чего здесь больше, европейского или дальневосточного, или нельзя делить? Нельзя делить, это симбиоз, потому что мы работаем только на локальных продуктах. Ну, есть, конечно, исключения из правила, но, опять же, что в нынешнем, допустим, в 21 веке локальные продукты, они фактически-то везде есть. Там взять авокадо, он вроде бы в Перу растёт, но почему-то у нас у каждого есть в холодильнике. Это является ли локальный продукт? Об этом можно разговаривать очень долго. Нельзя делить сейчас, в 21 веке, особенно в Приморском крае, кухню как таковой. Это европеоиды, это азиаты или ещё что-то. Она как раз в симбиозе и получается. Но это не мешанина, это не авторская кухня. Ни в коем случае. Это просто основа основ, которые есть во Владивостоке, в Приморском крае, в ДФО. То есть мне очень нравится Приморский край. Мне нравится Камчатка, Сахалин, Курилы, Хабаровский край. И вот это симбиоз ДФО, получается, и всех любимых блюд, которые есть в этом регионе, в нашем, они как раз у нас и воплощены. Единственный момент, мы их стараемся доводить до какого-то совершенства. То есть добавлять контраст не между какими-то продуктами, а контраст именно в самом совмещении этих как раз продуктов. То есть самая простота. 3-5-7 ингредиентов в блюде этого достаточно. Без всякого пафоса. Самое простейшее, чтобы тарелка пришла пустая. Но при этом полная порция должна быть. И гость должен сидеть и кушать, кушать, наслаждаться, 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 чтобы еда осталась, блюдо осталось, вино закончилось. Вино дополняем. То есть и вот так нужно работать. Это мой принцип, это наш принцип, это принцип нашей команды. Поэтому мы и назвали цедра. Поэтому мы это емкое слово просто сказали. Вот цедра, все. Никак иначе. Ну, то есть я правильно понимаю, что речь идет скорее о кухне именно Дальнего Востока, как нас называют Азии? Еще раз говорю, нет, ни в коем случае не кухня именно Дальнего Востока. А Дальний Восток и вообще Владивосток. Это же, грубо говоря, симбиоз. Ну, я говорю, как азиатско-тихоокеанский регион. Нет, 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 нет. Мы же портовый город. И у нас смешение данных народов, ну, их миллион. Сегодня судно пришло с турками, допустим, да, там. А завтра пришло с корейцами. Послезавтра чисто русские. То есть и каждый дает своей кухне какой-то вот нюанс. И все. И тут я считаю, что нет у нас какой-то определенной, ну, там, приморской либо морской кухни, да. Она в симбиозе, она общая. Потому что мы портовый город. И вот я, допустим, не могу ее делить. Разделить там, сделать чисто китайскую. Ну, мы будем только китайскую. Нет. У нас есть и китайская, у нас есть и монгольская, у нас есть Корея, у нас есть частичка Италии, у нас есть русские блюда, у нас есть дальневосточные блюда, да, у нас есть сибирские блюда. То есть у нас есть там Камчатка, Курилы, Сахалин, допустим, тот же самый. У нас даже есть обычная жареная картошка. Ну, вроде бы, как бы она везде дома, но это средняя полосаристическая федерация. Но мы также самые дикоросы используем. Папоротник, там, стрелки чеснока, белые грибы или там лисички, опята, то есть вот такие ягоды, те же самые наши, которые у нас здесь произрастают. И они есть. Ты ж мышь, допустим, вот сейчас сезон заканчивается, сейчас пойдет инжир, допустим. Но это наш дальневосточный будет, уже мелкий, который такой приятный достаточно. Либо в осенние, более там позднее лето, это какие-то ягоды. И те же самые морепродукты. Но их же здесь очень много. Просто некоторые, как правильно сказать, мои коллеги забывают про это и убеждаются в том, что лучше вот делаю я китайскую кухню. Но мы не идем по этому направлению, мы идем совсем по-другому. Чуть-чуть по-другому. Почему вы приняли решение в этой концепции развивать ресторан, именно вкусовой концепции, я имею в виду? Сказать можно? Конечно, обязательно. Потому что мы сами очень любим поесть на самом деле. У нас вот сформировалась команда таким образом, что мы любим ходить в рестораны, в заведения, мы любим есть. Александр Геннадьевич любит готовить. Я тоже иногда готовлю, но редко. По случаю, так скажем. И мы не скажем… А запускается кухня, конечно. Рекомендации, особенно рекомендации. Там, знаете, такая атмосфера авторитарная, туда как бы лучше иногда не заходить. То есть ты понимаешь, что там вот спральная такая атмосфера. Но суть в том, что мы сами любители, мы не скажем, что мы эксперты из этой области. Нет. Мы больше опираемся на наш опыт прошлых лет, на наши внутренние ощущения. И так получилось, что мы и команду нашли друг друга и смотрим в одном направлении. То есть нам нравится простое, но со вкусом. Мы понимаем, что основная потребность человека — это удовлетворить свой голод. Чтобы когда он там заплатил, получил счёт, то есть он понимал, за что он платит, чтобы у него было ожидание, реальность. То есть он понимал, что там вот я наелся, я почувствовал этот вкус. Мне потом после этой еды хорошо, она полезная, она из-за качественных продуктов. То есть всё должно, вот все эти факторы, они должны совпасть. Совпасть. Да. И человек должен понимать, что вот я вот там взял, допустим, вот этот дальневосточный винегрет, я действительно им наелся там. Да, потому что там свежие ингредиенты, вот авокадо, это полезное очень блюдо, да. У нас там есть грейпфрут, есть зелёный горошек. То есть это очень интересное сочетание. Он, естественно, его запоминает. Вот. И основная наша была потребность — это накормить гостей вкусно и понятно. И исходя из нашего опыта, мы вот туда и поставили в меню любимые нами блюда. Да, да, мы так сделали. Вот. Наточили их, в общем. Сейчас, конечно, мы слушаем ещё обратную связь, но люди, допустим, вот у нас есть паста, да, у нас своё производство, своя лепка. Но люди любят пасту, это действительно так. Но он, допустим, у нас своя интерпретация. Вот сейчас мы столкнулись там с тем, что люди привыкли к одному, она у нас другая. Вот. Том-Ям, то так же. Том-Ям очень любит у нас в Владивостоке. Мы тоже его сделали с фалангой краба. Он несколько у нас отличается. И люди такие так... Принесите салфетку. Да. У нас, допустим, вот сейчас есть паста с тыквой, да, пряная тыква, так сейчас сезон тыквы, с паршюта. В общем, такое сочетание. И, в принципе, мы видим по гостям, они удивлены. Они наедаются, им вкусно. Вот обратная связь, это мы получаем с зала. Вот самое-самое дорогое, да, вот энергетика. Фоточки летят, наверное. Фоточки летят, и девочки, мальчики, ну, как бы, всегда отвечают. И отрицательно, и положительно. Кто-то не понимает. Кто-то просто не понимает. Почему? Нет, ну, это нормально. Это нормальная ситуация, потому что мы же все люди, мы должны между собой общаться. У нас авторитаризм, да, или диктатура, это только на кухне у меня. И то, она какая? Она именно для производства. Чтобы не изменял, никто не имеет права изменять технологии приготовления данных блюд. Но, если гость, у него есть пожелание, мы его обязательно слушаем и стараемся применять. Не всегда. Ну, то есть, это та история, если я не хочу, или там у меня аллергия, например, на мед, я попрошу, там, мед мне в это блюдо не класть. Да, это отдельная история, там, по поводу аллергенов и всего остального. Это мы обязаны это делать. Я говорю за другой, допустим, веганы. Они могут прийти, и там какой-то салат у нас, ну, со сливочным сыром, да. Но он любит эту пряную тыкву и там шпинат. И там лимонная заправка. Ну, там есть сливочный сыр. Можно его не нужно? Конечно, там можно. А давайте я вам лучше туда тофу положу свежий. Ой, какой приятный, и все остальное. И мы это воплощаем. И вот эта полнота вкуса вот этого, да, и работа с гостями, она и заключается в этой, в этом наименовании цедра. Все, больше ничего. А вы не побоялись делать такое большое меню? Ну, вот как обычно говорят, чем меньше меню, тем больше на него спрос. Все задают этот вопрос, и он очень такой животрепещущий. И все, понятное дело, все мы занимаемся бизнесом. И то есть у нас это все, как говорится, чем меньше, тем лучше. То есть сохранность продукта, да. Но я еще раз говорю, мы же не просто в проходном месте находимся. Мы ради того, чтобы гости к нам приходили и делаться. Да, у нас свежие продукты, ежедневно приезд определенного сегмента товара, который нам необходим для работы. Все. Он каждый день приезжает, и каждый день мы с этим работаем. Соответственно, когда вы приходите там командой, да, особенно были такие времена в 23.00, команда 4-6 человек, и они в 2 часа там просто-напросто отдыхают. 28 блюд моментально. И им это приятно. Не просто ограниченный какой-то ассортимент. Они были вчера, позавчера. Но они сегодня приехали на новые блюда. Если в этом наша удача, да, есть. Мы просчитывали это? Да, мы просчитывали это. Мы специально к этому подошли. Но мы понимаем эти все риски. И мы знаем, на что мы идем. И поэтому мы работаем. Вот мы работаем в нашей команде, да, и мы каждого из партнеров стараемся всегда объяснять, что это правильно, что такое хорошо, что такое плохо. И опять же мы возвращаемся к цедре. Нам самое главное, чтобы это была теплота и уют. И полнота вкуса. И, конечно, в этом есть страх. Но если бы мы находились в центре города, и у нас был поток там 100-200 тысяч, тогда мы бы это сделали. И этих примеров в нашем городе очень много. И ребята молодцы, что это делают. Но мы находимся в сторону Колдобина, получается, по дороге. Туда надо специально ехать. Да, туда надо специально ехать. Это как за городом, грубо говоря. Люди думают, ну, вроде бы центр города. Ну, ты действительно приезжаешь, ты просто кайфуешь с видом на море. Отдельное такое прям стоящее здание. Отдельная своя атмосфера, вот правда. То есть там вдоль моря две больших парковки. И человек, когда уже к нам, так скажем, поворачивает, он уже попадает вот в эту атмосферу нашей корпорации, да, можно так сказать. Вот гостиница, ресторан, и уже там море, вид. Человек уже там располагается к тому, что, да. Поэтому, если говорить за «почему так много?», хочется просто-напросто, чтобы гость, приехавший, он выбрал то, что ему нравится. Все равно мы будем трансформировать меню через полгода, через год. Что-то новое добавится, что-то старое останется. Это нужно с этим работать. И не без этого. И, соответственно, опять же, повторюсь, мы хотим, чтобы наши гости в ближайшее время, они чувствовали теплоту и заботу во всем. Все, они, я не знаю, как заставить его выбрать именно вот это. И все, нужный какой-то, ни в коем случае. Маргарита, назовите топ-5 ваших любимых блюд в Цедре. Так, дальневосточный винегрет. Ну, девочки все меня поймут, да, то есть это такое некалорийное блюдо, оно очень полезное, оно с авокадо, с живыми морепродуктами, со свежими. Винегрет с живыми морепродуктами? Да, да, то есть это морские гады, там грейпфрут, он дает там свой вкус. Вот минимум заправки. Конечно же, я люблю устрицы очень, они у нас подаются с соусом, с малиновым. Салат с розбифом божественный тоже, потому что там такая ореховая заправка, листья шпината, вот, и мяско такое тоненькое, очень вкусно. Так, потом борщ, я очень люблю наш борщ. Вот. У нас даже как-то был отзыв от гостя, ваш борщ очень насыщенный. Мы такие, спасибо. Действительно, он насыщенный, да. Вот, ну он подается с греночками, с салом, с чесночком, вот эта вот классика. Да, все как мы любим. Драники с малосольной, с темгой, да. Мы ее сами солим, нашу рыбку вкусная, жирненькая такая, с драниками, то есть отлично. Ну, это, в принципе, понятные блюда, как мы уже говорим не раз здесь. И очень вкусная паста у нас, тыква из паршюта, я уже тоже ее упоминала. Тыкву вообще, в принципе, не ем. То есть люблю ее там с каши, там с детства, там и так далее. А здесь у них особый маринад, там, эта тыква, они как-то ее выпекают. Ну, там правда. Вот, Юля, вы меня поймете. Вы когда прийдете, попробуете, поймете, о чем я говорю. Она непростая, она очень мягкая, такая пряная и очень вкусная. С сливочным соусом, с паршюта солененькая. Очень классно. Авторский коктейль у нас очень мне нравится, потому что они у нас красивые, вкусные, там не чувствуется сильно алкоголя. И они вот прям вот очень изысканно выглядят. И очень, в принципе, и мне, и смотрю, и девочкам, которые приходят, тоже любят. А по мнению шефа топ-5 блюд, вот именно те, которые могут достойно представить ресторан? Да нет, там больше будет, там даже не больше топ-5. У нас даже есть в меню специальный разворот. Несколько просто назовите. Там шеф-топ-лист, там именно четко написано, там, наверное, будет 30-40 даже. Я не могу этого сказать, не потому что я не хочу, потому что основываться на мой вкус вообще не стоит. Я люблю очень хорошо поесть. Я люблю практически все рестораны города Владивостока. И в каждом что-то нюанс. Если за наш конкретно, дальневосточный винегрет наш, приморский, это 100%, потому что мы его фактически там придумали здесь. Ну вот, что бы вы мне посоветовали? Лагман. Пряный, насыщенный, необычный. Винегрет, да. Бурата с кремом свекольным, да. Тоже его можно будет. Если мясо... Мне нравится наше оливье. Там есть язык, там есть рваная утка, то есть растушенная. Мне достаточно очень сильно он нравится. Я из-за этого поваров зачастую гоняю. Что-то они чуть-чуть начинают. По-своему делать. Нет, говорю. Надо насыщенность вкуса, надо сделать его правильно. Если супы, это том-ям. Том-ям, грибная юшка, она достаточно насыщенная. Там существует 4 вида гриба и варится на бульоне из белых грибов. Том-ям, да, потому что там находится 8 ингредиентов, морепродуктов, которые там есть. Но он у нас сладковатый немножко, как гости говорят. Но я всегда говорю, у вас есть лайм рядышком. Выжмите, положите туда и кушайте. И это всегда будет вам как дополнение. Очень будет интересно. Борщ? Однозначно борщ. Потому что когда мне гость сказал о том, что он наслычком насыщенный, для меня это не то, чтобы был комплиментом, да, или там, вау, нет. Я начал разбираться, почему. Я поехал по заведениям и понял, мы, наверное, его просто делаем правильно, как бабушка делает. Выстаиваем ее определенное время, там, ребята нарезочку делают, зажарочку, все как положено. Паста. Это равиоли. Мы делаем всего-навсего два вида равиоли. С креветками, со шпинатом, с рикотой. Вот их тоже очень сильно люблю. По пасте, по карбонаре, или там с прошута, или еще какие-то. Это повседневная еда, которую я очень сильно тоже люблю. Мясо я уже даже не буду говорить, потому что это срубы, и их нужно есть обязательно. И они достаточно вкусные. И вот мы и пришли, что у нас не пять. По моему мнению, это обширное. Я не говорю уже за десерты. Это домашние десерты. Обычные наполеоны, обычная черепаха, советская картошка, которая сделана в виде как картошка в золе. Та же самая Павлова десерт есть. Он у нас двух интерпретаций. Больше европейской, и больше наша дальневосточная. Есть разница? Существует. И тут вообще спор идет на самом деле в Приморском крае очень сильно. На самом деле за этот десерт. Он существует в базовой, как говорится, интерпретации, европейской, больше во Франции, в Италии или в западной части Российской Федерации. А у нас здесь почему-то его мы привыкли готовить немножко по-другому. И подавать, интерпретировать. При этом, при всем, сейчас же новые подачи существуют на рынке. Но мы идем по классике. И всю базу как бабушка готовила. Чтобы это было приятно, комфортно и вкусно. Ну и настойки. У нас есть 8 видов настойек. И их нужно обязательно пробовать, дегустировать и дополнять блюдами. И это наша фишка такая. Определенная насыщенность. Именно настойки надо пробовать обязательно. Это то, что мне нравится. Коктейли. Коктейли я очень сильно эти люблю, которые мы сделали все вместе. Но при этом, при всем, мне больше заходят эти настойки. Потому что мужчина, собственно. Потому что это более мужское блюдо получается. И все. Коктейли, да, есть очень хорошие. Но еще раз говорю, вот настойки и какие-то блюда, это будет вот все. Для девочек будет отдельно коктейли, это будет супер. Ну, кальяны, понятное дело, они достаточно авторские. И при этом, при всем, при этом, они очень насыщенные. Но они тоже пользуются популярностью. У нас есть отдельная терраса, да, то есть у нас это не в основном зале, то есть если там приходит семья с детьми, то они кальяны эти не слышат никаким образом. А у нас два зала, основной зал и терраса. Круглогодичная терраса с панорамными мансардными окнами, зеленью, с высокими потолками. И там у нас есть кальян-бар. Также посадка глубокие, большие диваны с подушками, куда можно сесть, взять кальян и то есть прекрасно провести время. А как формировалась команда? Какая? Вот и хорошая вопрос. Ну, если топ-менеджмент, грубо говоря, наших управленцев. Судьбоносная встреча, да. Это на самом деле судьбоносная. Мы всегда между собой говорим, я стоял просто на дороге с вывеской. Кому нужен шеф? Сейчас тут команда проезжает. Мы искали, мы искали. Это вот не происходит так, это не работает, когда ты там выставишь объявление, своих людей нужно искать, о них нужно думать, их нужно визуализировать, четко понимать, какой ты должен быть человек. И он придет, свою жизнь обязательно. Это касается всего. И здесь у нас так и получилось. То есть полгода мы искали шефа и нашли его. Или он нашел нас. Мы, в общем, встретились и сразу помнили. Да, это в течение просто обстоятельств. Каких-то определенных обстоятельств, где целенаправленная была. Моя задача заключалась в том, на тот момент поиска, чтобы мне было комфортно и удобно работать. И воплотить все свои задумки, которые у меня есть все равно в голове, в будущем каком-то проекте. При этом, при всем, багаж знаний достаточно большой. Но его нужно оставлять за порогом и делать не то, что новое, а интерпретацию и разговаривать и дойти в диалоге со своими будущими партнерами. То есть вот мы партнеры всегда. И ребята, когда тоже... А можем мы это сделать? Конечно, мы можем. Мы не имеем права никому отказывать, но мы должны взять секундную паузу для того, чтобы понять, сможем ли мы это сделать в реалии. То есть сказать-то да, но в реалии. Но это секундная пауза. Та же самая ситуация и по набору персонала. Я стараюсь со своей стороны, и Маргариту Георгиевну в том числе, мы стараемся всегда дать шанс новому сотруднику. Потому что в каких-то предприятиях он может не раскрыться, так как ему хочется. Но при этом, при всем, мы четко делаем грани доступности, возможности и ответственности. И всегда это будет нам только в плюс. Конечно, не всегда все получается гладко. Но возвращаясь к тому, как мы друг друга найти, вот такой методикой мы друг друга и нашли. Доступность. Шли друг к другу. Да, шли друг к другу. Тяжелым, как кто-то из знаменитых сказал, если бы не было всех этих ошибок, я бы не пришел к этому успеху. Совершенно верно. То есть зачастую очень знаменитые и умные люди всегда придерживаются данного, изречения данного. Ну вот мы так себя нашли. А если кому-то интересно, как в техническом плане все это происходило, мы можем это озвучить. Это не за семью печатями. Там очень интересная история была. Ну расскажите уже раз интересную историю. Рассказывай уже интересную историю. Ну, интересная история, да, первый раз мы познакомились, проговорили, мы достаточно долго разговаривали. Сидели десерты там, кушали там кофе, чай. Да, как раз Павлова. Павлова как раз там. Мы хотим вот это, вот это. Это продолжалось где-то, наверное, около часа времени. Все его аспекты затронули. Потом, Александр Геннадьевич, давайте что-нибудь продегустируем. Ну, говорю, да не вопрос, только назначите время. Что сделал Александр Геннадьевич? То есть я сначала подготовился. Я к этому подготавливался два дня. Чемоданчик с инструментами, чемоданчик с заготовками. Говорю, мне еще не хватает. Секунду. В магазин. Мы купили. Ребята сели. Такая дегустационная комиссия. Я говорю, ну там есть плиточка, есть то-то, то-то там. Да, есть. Все нормально. Ну, давайте готовиться. Ну, они ниже ожидания, реальность. Ну, там думают, два-три блюда. Ну, будет максимум. Я же не предоставлял какое-то меню, как обычно иногда там дегустируют шеф-поваров, бренд-шефов, там, руководитель. Александр Геннадьевич, сделай на свое усмотрение то, что ты можешь. И тут? Да. И тут повалили блюда. Одни за дно. Можете уже остановиться? Я говорю, ну только десерти. Мы смотрели как. То есть мы до этого тестили шеф-поваров, и у нас есть еще одно производство, которое находится не на Калинина. И мы, то есть, приводим руководителя, да, совершенно новое производство. То есть мы заранее ему ничего не показываем. Говорим, ну вот, делай. И смотрим, как человек себя ведет вообще. Как он подходит там к закупу продуктов, к подготовке к оборудованию там и так далее. И вот у нас было столько там претендентов, и с чего бы мы только ни насмотрелись. То есть мы просим, приготовьте нам простую еду, вот элементарную. И действительно, люди приходят на собеседование, там все по факту, как бы, мы же, блин, там картошку пожарить не могут. Не трогайте. Вот. А здесь, в общем, пошли вот так блюда просто отлетать, стоять, некуда их ставить. Мы на все это смотрим. Человек влился тут же там в коллектив. Мы понимаем, что это наш человек, вот прям сразу. И, в общем, он приготовил тогда лагман. И мы, значит, его попробовали, переглянулись, понимаем, что это вот просто какой-то взрыв вкуса, что я вот, да, я на Чулькино поеду за этим лагманом. Потому что он вкусный, я такого нигде не пробовала ни разу. Ну и все. И мы, значит, такие все с Александром Геннадьевичем договорились, и уже подготавливаем наше меню, уже допиливаем производство, уже все процессы, уже готовый список, фотосессии, меню. Я говорю, Александр Геннадьевич, а где лагман? Он такой, ну, лагман там что? Я говорю, там что, его нет? Я говорю, нет, ты знаешь, Лагман, где? И он такой уже вскоре говорит, ну, Маргарита, его там готовить просто так сложно. Там он из четырёх бульонов и так далее. Я говорю, ничего не знаю. Чтобы Лагман был. Будем делать заготовки, будем готовить Лагман вернуть. Потому что действительно очень сложный технический процесс. И потом, когда я уже начала наблюдать за нашим уже производством, я вижу, что люди действительно, многие приходят, повара, они немножко к этому были не готовы. То есть у нас там производство полного цикла. И они такие, как заготовка для салата, а зачем такая сложная заготовка? Для чего так всё упрощать? Мы же там готовый соус взять. Мы говорим, нет, нельзя, соус нужно делать самим. И вот они немножко такие, то есть притирочки происходят даже до сих пор, потому что у людей нет, так скажем, понимания, зачем это-то, зачем так всё усложнять? Чтобы вкусно было. Чтобы, да, вкусно, вкусно, вот простое блюдо было вкусным, нужно, чтобы был сложный технический процесс, от этого не уйти. Зачем следить за технологией, за чистотой, за санитарией? То есть это всё в симбиозе, и получается вот это название цены. Результат работы. Результат работы, он налицо потом. И нашим ребятам особенно приятно, когда всё вроде бы быстро делает, где-то есть замечания, но в конце концов гости просто-напросто резюмируют. Из пяти баллов пять. Есть недочёты, но они настолько нюансы маленькие, но вы доделаете, мы в следующий раз придём. Гости приходят, опять же смотрят. Опять же, и всё это дело. И то же самое, когда мы, грубо говоря, друг друга отбирали, та же самая постановка вопроса была. То есть первично сделали, проконтролировали стандартизацию такую, прошли, и дальше мы начинаем работать, работать, работать над этим. Ну да, у каждого своя станция, зона ответственности. Это очень важно. Быть в партнёрстве, не притягивать друг на друга одеяло. То есть чётко понимать, какая наша итоговая цель. Смотреть в одном направлении, иметь ценности, да, потому что рука руку моет. То есть у нас вот, допустим, мы очень чисто плотные, чисто любивые. Мы всё это готовили, делали. Я уже поняла, Александр, у нас тут уже пыль в студии повысила. Строили всё с нуля, да. То есть действительно, когда к нам приходит персонал, они заходят на нашу кухню. У нас высокие потолки, у нас окна на кухне. То есть у нас много света. Люди работают в очень хороших условиях. То есть мало ресторанов в городе могут похвастаться производством. Мы, да, то есть мы вот этот баланс, что людям должны быть хорошие условия труда. И оптимизировать, правильно повесить ему по кастрюльку, по варёшечку, чтобы ему было всё удобно, чтобы мусор был. Всё оптимизировать, ему рабочее место. Это же вот эти детали, они очень простые, очень важные. Уборщицу нужно купить правильную швабру, чтобы ей было удобно, и она выполняла свою работу. И вот эти вот все нюансы, мы очень досконально на них обращаем внимание. Для нас это очень важно. И мы понимаем, что сейчас вот у нас команда, она разрастается, и что люди, которым это не важно, они, собственно, не задерживаются. То есть они этого не видят, не замечают, и они с нами не остаются. А те, кто действительно приходят, они хотят проводить там много времени. Это же действительно много такой тяжёлой работы, сложной с людьми. И они закрепляются. А корпоративы у вас проводят? Корпоративы у нас проводят. У нас две большие площадки. Ну, вообще, какие-то встречи большие. Конечно, у нас уже был банкет на день рождения проводили. У нас в каждом зале есть зона караоке, и для частных мероприятий эта услуга доступна. То есть люди могут снять себе зал, петь там караоке. У нас профессиональная акустика, профессиональное демирование. То есть можно реализовать там программу. Всё будет слышно, и при этом не будем мешать гостям, которые живут в гостинице, потому что это всё продумывалось на первоначальном уровне. Звукоизоляция и вот опять-таки какие-то зонирования. То есть у нас могут проходить сразу несколько банкетов, и все будут себя комфортно чувствовать. Не так, что это какое-то одно помещение, и все друга слышат такой гул. Да, конечно, сейчас уже поступают звонки очень активно. У нас каждый зал – это по 60 человек посадки. И бронируем, проводим, организовываем частные мероприятия, корпоративные мероприятия. Ну и есть где остаться. Да, есть где остаться. Это очень удобно. И где припарковать машину, чтобы она была под контролем. Да, гостиница у нас 4 звезды, очень светлая, очень красивая, с панорамными окнами, красивейший вид на золотой рог. Вот я смотрю, собственно, у нас гостиница там нарисована. Где-то здесь она. Да, да, да. Вашей студии. То есть это первый съезд моста по Золотому мосту. То есть центра – это буквально 7 минут. Красивейший вид. Там действительно своя есть атмосфера. У нас сейчас есть система бронирования, есть сайты, да, AirHotel, где можно забронировать, там, получить бонусы, скидки, различные предложения. То есть мы очень гибкие и в гостинице, и в ресторане. То есть можно найти там для себя свой номер, там, для важного события, или же просто, да, там, переночевать, если это там командировка, например. Также проходится в формате шведского стола завтраки. В гостинице. В гостинице, да. То есть вот приехали, заселились, вы можете позавтракать, потом прийти к нам на ужин, там, на обед. То есть полный... В ресторане, точнее, центра. Да, 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 да. Вот. То есть что касается гостиницы, всех ждем. Все очень новое. Мы открылись только 16 августа. Свежее, красивое. Все поддерживаем. Вот. Стараемся создать уют. Вот. Надеюсь, у нас это получается. Потом буду рада отзывам. Александр, где находится ресторан «Цедра» и что нужно для того, чтобы туда попасть? Ну, в принципе, попасть... Что значит попасть? Либо машина, либо вы такси, либо звонок. Да, мы можем трансфер организовать. Находимся мы по адресу Калинина, 114. Это первый съезд с моста направо, в сторону Колдобина. Отдельно стоящее пятиэтажное здание. Air Hotel называется гостиница. И в нем находится ресторан «Наш Цедра». Есть еще сайт? Да. У нас есть два сайта. Сайт гостиницы Air Hotel, сайт ресторана «Цедра Рест», где в скором времени появится доставка, где вы можете забронировать и номер гостиницы со скидкой, где можно оформить столик, забронировать на удобное время, либо звонить нам по телефону, в WhatsApp, в Telegram, везде доступны. Ну что ж, дорогие гости, я желаю вам как можно больше гостей. Спасибо. Спасибо большое. Мы вас ждем в гости. Обязательно, обязательно. Это новое место, в которое обязательно нужно сходить и все попробовать. Вы мне рассказали, я ухожу голодная из студии. Забираем вас с собой. Я с радостью поеду. Спасибо. Я напомню, это была программа «Время говорить», и сегодня мы говорили о дальневосточной кухне. В гостях у нас были Маргарита Платонова, директор ресторана «Цедра», и Александр Зашихин, шеф-повар ресторана «Цедра». В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на «Восьмом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова